Рассмотрим сайт Google. Перейдем к нашему графическому меню. Здесь выберем пункт «Сайты». Создадим сайт, в который включим, указав название. И сделаем сайт, в котором соберем текст, форму, презентацию и видео. И предоставим доступ к какой-то категории пользователей. Имея в виду, что оттуда мы соберем разные типы документов. Идет создание сайта. После создания сайта здесь выписывается его заголовок. Наш лейбл. Лейбл нашей организации. И слева уже началось главное меню заполнения. Сверху кнопки «Редактировать». Добавить еще одну страницу. Еще это дополнительное действие с сайтом. Включим «Редактирование». И здесь напишем заголовок «Пример презентации». И вставим сюда. Наверное, здесь напрямую так нельзя вставить. Можно «Презентация». Вставим вот эту презентацию. «Редактирование». «Малый». «Повторно запустить слайд-шоу сразу после загрузки». То есть, как только войдем на эту страничку, сразу начнется проигрывание презентации. И повторно запустить. Когда она кончится, будет по кругу играть. Рамку нам не надо, наверное, включить заголовок. Наверное, надо сохранить. Если мы здесь нажмем... Да, отличаются сайты тем, что здесь автосохранение ограниченный характер. То есть, приходится сохранять информацию. Пошли на эту страницу. И начинается сразу презентация. Использованы слайды. В том числе и координатора российского сообщества Google Ермахова. Так, продолжим. Добавим страничку. И поищем сейчас какую-нибудь анкету. Вставка. Диск. Форма. Все формы он у нас собирает и сюда вставляет. Вот у нас какая-то анкета есть. Мы сюда ее вставим. Сохранить. Теперь у нас есть две странички. Первая страничка пример презентации. Вторая анкета. Добавим еще одну страницу. Назовем ее учебное видео. Ставка. YouTube. И мы должны знать. Давайте, например, как первый раз войти в аккаунт, поменять пароль. Копировать адрес ссылки. Значит, я здесь нажимаю правую кнопку мыши, которая вызывает появление в этом меню. Копировать адрес ссылки. И с этой ссылкой я теперь иду на наш сайт. И сюда я вставляю. Размер можно видео регулировать. Сделаем вот такой. Заголовок не включаем. Границы не черчиваем. Можно будет вернуться к изменению размеров, если мы нажмем на эту шестеренку настройку. Можно прижать к правой границе, можно прижать к левой границе, можно выставить по центру страницы. Если у нас будет текст, можно сделать обтекание текстом, а можно сделать разрыв. После сохранения у нас появляется здесь настроенное сейчас встраиваемое видео таким образом, что в конце у нас не будет предлагаться посмотреть похожее видео. Картинка замрет и будет готова опять к начальному воспроизведению. Это очень удобно, отсутствие височной рекламы. Вот таким образом мы сделали сайт. И теперь откроем доступ. Сейчас у нас доступ сделан так, что можно найти и изменить элементы, могут все пользователи домена. Давайте в нас диктуб, ничего там страшного нет.